приветствую всех с вами комментатор олег сломаха и сегодня мы с вами продолжим изучение шотландской партии в прошлый раз мы с вами остановились на варианте давайте во первых для новичков скажем что шотландская партия это у нас дебют возникающий после ходов е4 е5 конь f3 конь c6 d4 ед конь бьет d4 солидный позиционный дебют который применяют на практике все ведущие шахматисты и гроссмейстеры ну и соответственно мы с вами начали рассматривать основные теоретические варианты возникающие после четвертого хода черных конь f6 конь бьет c6 bc в прошлом видеоролике мы с вами посмотрели продолжение dc ну и теперь после хода слон d3 мы с вами рассматриваем пока именно не основные теоретические варианты то есть не вариант копаева связанные с ходом е5 после которого начинаются головоломные варианты шотландской партии основные варианты а мы с вами начали смотреть слон d3 и так d5 и соответственно мы с вами посмотрели в предыдущем выпуске ход е5 и отступление коня на поле d7 а также интересного хода ферзь е7 этот видеоролик вы можете щелкнуть на правый верхний угол соответственно он у вас появится в подсказке ну а также будет и в конечной заставке это сделано специально для вашего удобства чтобы вы не пропустили ничего важного ну и также соответственно вы помните надеюсь что в предыдущем ролике я сказал что весь этот вариант конечно же ничего хорошего белым не должен по сути дела приносить если черные играют правильно так как мы видим что белые дважды походили конем ходят пешками ну в то время как мы видим что у белых развит фактически только один слон и так теперь мы с вами смотрим самое жесткое продолжение когда черные играют конь g4 не ферзь е7 а конь g4 немедленно атакуя пешку на поле е5 ну теперь здесь белым надо быть очень очень внимательными чтобы быстро не проиграть сожалению как раз именно теория здесь не благоволит к белым но варианты получаются достаточно боевые и знать нужно за обе стороны итак конь g4 ну и как соответственно как нужно эту пешку защищать конечно же белые используют свое право выступки играют рокировка понятное дело что слон бьет цепи вернее конь бьет е5 и водя е1 ни к чему хорошему не приведет черные во всех вариантах будут терять фигуру но слон c5 и так черные создают пренеприятнейшее давление на пункт f2 где-то создают угрозу уже сыграть ферзем на поле h4 ну и теперь соответственно белым здесь надо быть очень очень внимательными и так как они здесь могут сыграть ну самое сильное это сыграть ферзь е2 то есть таким образом белые защищают пешку на поле е5 и выводят ферзя самое главное что они еще дополнительно защищают пункт f2 посмотрим с вами что вариант слона f4 казалось бы ход логичный мы ходом слона f4 во-первых защищаем пункт h2 теперь слоны значит ферзь ход ферзь h4 нам не страшно мы просто слоном пойдем на поле g3 но вот здесь выясняется что черные начинают играть очень жестко то есть черные играют кость в кость играют g5 теперь на слон g3 играют h5 ну и собственно все получается так что на h3 а что еще делать ведь угрожало h4 с выигрышем фигуры так вот на h3 черные зажимают слона играя h4 ну и вот этот самый вариант мы с вами видели уже соответственно в ролике дебютные авантюры и так слон h2 конь бьет h2 король бьет h2 и слон d4 все конец варианта висит пешка на поле b2 висит пешка на поле е5 единственный ход чтобы как-то ничего не потерять это сыграть либо конь c3 либо соответственно c3 но тогда слон бьет е5 король например g1 и ферзь f6 ну и видно здесь что черные не только выиграли пешку но уже грозят страшным заездом просто ферзем на поле f4 поставить мат надо ходить конь d2 чтобы на ферзь f4 иметь возможность конь f3 но понятное дело что здесь уже черные имеют решающее преимущество то есть у них два слона лишняя пешка ну а король в принципе может оставаться спокойно и в центре в то время как до белого короля очень быстро черные доберутся и так это все не годится также соответственно после хода слон c5 ну что-то еще тоже не годится потому что ферзь h4 угроза страшная поэтому ферзь е2 ну что ж после хода ферзь е2 черные играют ферзь е7 и таким образом как мы видим дополнительно наваливаются на пешку на поле е5 что теперь собственно делать черным вернее белым так как у них пешка висит на поле е5 ну делать то собственно уже нечего надо играть слон f4 потому что хода f4 нет по кодексу видите слон на поле c5 вот это самое пешку на поле f2 связывает поэтому слон f4 ну и теперь снова черные играют кость в кость играют же 5 жестко и снова выясняется что слон же же 3 не сыграешь из-за хода h5 но белые конечно же сыграли слон f4 чтобы во первых заманить пешку на поле g5 а во вторых чтобы ферзю с поле е7 не дать соответственно как мы видим дорожку на поле h4 где он сразу же грозил матом в один ход белому королю так вот после g5 белый играют слон d2 ну и дальше у нас соответственно начинается развилка так как белые сейчас лучше развиты они хотят например где-то сыграть c4 где-то выгнать коня сыграть h3 здесь у черных в принципе есть два разумных продолжения то есть первое продолжение связанное с тем что конь бьет е5 черные пешку вот эту самую пожертвованную забирают но получаются после этого очень острые варианты и мы с вами конечно же их посмотрим это также теоретический вариант ну а второй вариант связанный с длинным форсированным вариантом который я проанализировал достаточно глубоко как мне кажется черные могут просто сыграть рокировка то есть таким образом черные заканчивают развитие хотят с комфортом выиграть пешку на поле е5 так как мы видим что у белых нету хода водя е1 защитой пешки потому что слон бьет f2 будет сразу с немедленным выигрышем ну что ж давайте теперь соответственно рассмотрим с вами оба продолжения и также 5 идея понятна да то есть на слон g3 будут черные играть h5 но белые сыграли таким образом то есть они просто ходом g5 пешку заманили и самое главное перекрыли дорожку ферзю к заветному полю h4 ну что теперь делать давайте теперь рассмотрим ход конь бьет е5 и так черные выигрывают пешку ну понятное дело что не за бесплатно то есть белые играют водя е1 создавая пренеприятнейшую просто связку что теперь делать черным ну конь висит делать собственно то особо и нечего нас он d4 просто c3 и сразу же соответственно как вы понимаете черные проиграют поэтому слон d6 единственный ход таким образом мы видим что черные хотят просто укрепиться ну и вот здесь опять же теория гласит что нужно играть ферзь h5 не допуская хода f6 и нападая на пешку на поле g5 но вот компьютеру этот ход не нравится и смотрите почему то есть раньше так все играли казалось бы что у белых перевес потому что черные застревают в центре но вот бездушная железяка просто играет h3 теперь создается угроза поимки ферзя ходом слон g4 и что собственно делать h3 не допуская этого хода тогда король f8 и черные хотят просто укрепиться поставить пешку на поле f6 а ферзя поставить на поле f7 после у них будет здоровая лишняя пешка ну и соответственно ничего не получается на самом деле на слон c3 просто черные играют f6 конь d2 ферзь f7 все выше обозначенное произошло ферзь d1 и вот здесь ранее теория шотландской партии гласила что здесь примерно равная игра с взаимными сложными шансами но вот здесь конечно железяка бездушная жестко разрушает все эти стереотипы то есть есть план белых сыграть конь f1 конь g3 и по слабым полям внедриться например на h5 и на f5 но вот железяка все это жестко пресекает играет g4 и говорит что здесь у черных уже перевес потому что грозит разрушение королевского фланга на g слон бьет g4 ферзю некуда деваться надо играть слон е2 ну и здесь h5 и на самом деле выясняется что черный король расположен гораздо безопаснее нежели король белый так как мы видим что черные уже атакуют то есть у них все фигуры стреляют соответственно мы видим на королевский фланг у черных лишь только одна ладья с поля a8 не принимает участие в борьбе но она вот-вот может уже соответственно быть одним ходом введена в игру здесь у черных конечно же перевес но после хода ферзь h5 этот ход делать не обязательно видите он форсированный мы вроде бы нападаем на пешку но вынуждаем черных сделать полезный ход h6 так вот здесь лучше всего просто сыграть c4 таким образом белые начинают здесь подрыв подрывные действия то есть пока мы видим что черным не до жиру у них связка пренеприятнейшие коня на поле е5 но опять же f6 конь c3 и все и белые здесь уже практически в полном порядке потому что мы видим что за пожертвованную пешку у них полнейшая компенсация на пункт d5 они давят со страшной силой если продавить этот пункт то соответственно мы видим что слоны здесь у белых будут бушевать король у черных застрянет в центре ну и слон a6 черные могут сделать такой ход не допуская взятия на d5 тогда слон на поле d3 подвисает ну тогда белый просто играют b3 укрепляя пешку на поле c4 ну и вот эта вот позиция движку уже в принципе нравится то есть он говорит что здесь у белых все в порядке можно такую позицию играть можно на нее идти здесь за пожертвованную пешку у белых вполне достаточная компенсация в виду активности всех их фигур ну что ж это вот первый такой теоретический вариант мы с вами посмотрели значит связанный с ходом конь бьет е5 давайте вернемся то есть слон d2 и вот здесь мы с вами посмотрели вариант конь бьет е5 ну отмечу что ферзь бьет е5 здесь не годится этот ход плохой потому что белые просто-напросто играют водя е1 и теперь у черных застревает король в центре ну казалось бы что вроде бы какой-то бред на самом деле слон бьет f2 видите уже не работает то есть слон бьет f2 казалось бы что ход логичный на самом деле после ферзь бьет f2 выигрывают сразу как мы видим белые так как связка создается по вертикали е ну и теперь на конь бьет f2 мы просто забираем ферзя с шахом и забираем потом коня на поле f2 и белый немедленно выигрывают то есть взятие ферзем здесь соответственно как мы видим не очень хорошо ну и теперь смотрим самый главный форсированный вариант черные играют рокировка и теперь здесь белом нужно играть очень очень точно потому что если сейчас они потеряют пешку на поле е5 то никакой компенсации здесь у них уже не будет но и у белых здесь находится очень красивый ход вы можете в принципе нажать на паузу и попробовать его найти но я соответственно продолжаю белый здесь играет е6 вот таким вот образом пешка вроде бы у них было атаковано но они ее просто скидывают и выясняется что каждое взятие ведет каким-то уступкам то есть если например сыграть слон бьет е6 а в такую ловушку вы можете вполне поймать своих соперников если черные так играют если они это не знают то здесь они конечно сразу же проигрывают то есть мы просто играем h3 и теперь на коне в 6 слон бьет g5 страшная связка на самом деле черные король очень слаб ну а если конь h6 то ферзь h5 ну и здесь уже сразу опять же все становится ясно конь атакован пешка на поле g5 атакована конь не может отойти ввиду того что здесь уже слон с поля d3 видите хищным взором смотрит на позицию черного короля то есть здесь черные совершая всего лишь одно неправильное взятие взятие слоном сразу же немедленно попадают критическое положение после хода е6 также замечу что нельзя брать и пешкой ввиду того что слон теперь не защищает коня и белый выигрывает фигуру ударом ферзь бьет g4 здесь конечно же все понятно но что произойдет если черные забирают ферзь бьет е6 и вот весь этот вариант конечно ведет к равному эншпилю у белых будет не хватать пешки но при этом сейчас мы с вами увидим главный маяк который как раз и говорит о том что это должна быть ничья итак ходом ферзь бьет е6 что мы сделали ну пешка на поле g5 видите теперь не защищена то есть белый играет слон бьет g5 и все опять же позиция у них довольно хорошая ферзь атакован ферзь бьет е2 слон бьет е2 ну и вот здесь конечно же надо продолжить анализ то есть мы видим что здесь казалось бы что белый пешку отыграли примерно равная позиция не тут-то было у черных есть сильный ход ладья е8 и здесь опять же белым надо играть ну очень точно потому что нету теперь никакого отступления слона нету хода водя е1 потому что видите черный атакует пункт f2 со страшной силой и слон f3 будет чудовищная ошибка ввиду удара конь бьет f2 то есть теперь нельзя играть водя бьет f2 просто водя е1 мат на это собственно и ведут расчет черные то есть водя е8 и белым надо быть еще очень внимательным хода слон е3 также нет замечу но что же делать белым кажется что им надо немедленно сдаться но выручает опять же тактика и смотрите какая начинается красивая шахматная эквилибристика белый играет конь c3 защищая как мы видим слона и защищая слабость первого ряда теперь водя с поля a1 входит в игру но вариант конечно же нужно продолжить потому что ходом d4 черные хотят отогнать коня с поля c3 и скушать как мы видим слона на поле е2 понятное дело что вариант слон бьет g4 слон бьет g4 приводит к перевесу черных потому что у них будет просто преимущество двух слонов в открытой позиции но конь a4 выручает теперь видите слон на поле c5 также попал в беду отходить ему особо некуда если он куда-то отойдет то белый просто укрепятся например сыграют слон d3 поэтому водя бьет е2 ну казалось бы что черные снова доминирует потому что видите все пешки на втором ряду становятся слабыми водя попадает в так называемый обжорный ряд но вариант нужно продолжить итак конь бьет c5 и вот здесь опять же хочется остановиться поподробнее мы с вами посмотрим два варианта первый это ход водя бьет c2 самый напрашивающийся что может быть естественнее но если мы приглядимся то увидим что здесь черный король очень слаб на самом деле ход водя бьет c2 ни к чему хорошему за черных не приводит это казалось бы что вроде бы мы отдаем все пешки на самом деле здесь у белых уже перевес то есть белый играет водя c1 отдавая еще одну пешку ну понятно что если взять то после водя бьет c1 у белых здесь просто напросто перевес потому что они хотят сыграть h3 ну и дальше все пешки осыпется у черных но продолжаем водя бьет b2 водя продолжает свои разрушительные действия съедая все пешки на втором ряду мы играем h3 теперь выясняется что коню нельзя пойти ни на f6 ни на h6 ну и вот здесь конечно же если h6 то просто слон d8 на конь e5 просто слон бьет c7 но здесь белый видите все успели скушать у них здесь отличная позиция конь e5 ну казалось бы что ход очень хороший потому что создается где-то угроза хода d3 черные хотят продвинуть свои проходные пешки но в динамике белые оказываются гораздо быстрее и так водя е1 и опять же выясняется что конь попадает в беду хода конь d3 нет с вилкой потому что конь на поле c5 стоит очень хорошо опять же нет ухода и конь d7 ввиду водя е8 шах все конец ну то есть конь d7 это будет чудовищная ошибка просто шах теперь выясняется что если король g7 мы просто съедаем коня и водя на поле a8 под связкой но если сыграть конь f8 то конечно все немедленно заканчивает удар например слон h6 тут создается страшная угроза мата ну и видите что здесь белые просто-напросто чудовищным образом доминирует так вот после водя е1 черные могут сыграть конь g6 но тогда все равно шах король g7 и конь е4 опять же видите что белые несмотря на то что у них сейчас не хватает пешки они просто хотят все съесть ну и вот здесь вот вариант я доанализировал просто до самого конца здесь черные играют f5 нападая на коня белые жертвуют фигуру выясняется что брать ее пока нельзя ввиду водя бьет c7 с матом слон d7 смотрите как красиво то есть белые подставились под вот такую вот вилку теперь выясняется что если водя бьет a8 то это просто слон бьет c6 двойной удар будет висеть и кони водя немедленно проигрываем поэтому водя бьет c7 ну и теперь соответственно сон связан водя бьет е8 водя бьет d7 король h8 единственное отступление на король g8 вилка конь f6 на король f8 просто черные могут схлопотать мат то есть слон h6 король g8 конь f6 король h8 и слон g7 мат поэтому король h8 единственное отступление ну и вот здесь опять же просто-напросто белый играют конь d6 нападая и на ладью и на пешку на поле f5 но это уже слишком глубокий анализ здесь уже особо углубляться нечего но скажу лишь что здесь получается форсированный вариант опять же водяев 8 защищая пешку тогда слона 6 нападая на ладью воде ходить некуда водя и в 6 хода нет из-за слон g7 ну и видно что над черным королем сгущаются тучи надо отдавать качество назад то есть видите что белые пожертвовали качество и получается вот такой вот вариант быстренько мы его посмотрим связали король g8 пешку отыграли потом пешка на d4 падает ну и получается вот такой вот вариант где мы видим что у белых уже лишняя пешка возможность образование двух связных проходных так как у них здесь три на одном то есть три пешки на одну на одном фланге ну а с пешкой а белые здесь должны успешно справиться вот компьютер эта позиция нравится он говорит все равно что здесь примерное равенство ну в общем анализ конечно чрезвычайно глубокий и смотрите как интересно все это получается если мы просто-напросто после хода конь бьет c5 даем черным съесть пешку на поле c2 а повторюсь видите варианты все очень логичные и форсированные то есть видно что любой квалифицированный шахматист их сделает но почему же тогда белые здесь должны стоять плохо а потому что черных есть ход водя е5 очень хитрый опять же смотрите двойной удар висит конь и висит сон как спасать обе фигуры и снова шахмата или эквилибристика конь выручает конь е4 восклицательный знак просто конь встает под бой но выясняется что слон защищен и f3 ну теперь уже черным делать особо нечего если белые укрепятся у них будет отличнейшая позиция потому что сейчас мы видим на доске материальное равенство но у черных видите какая слабая здесь пешечная структура то есть переход в н шпиль выгоден для белых как раз ну и вот получается что после водя бьет е4 f3 вилка водя е5 нападаем на слона сон и в 4 нападаем на водю водя b5 водя снова хочет попасть на обжорный ряд мы съедаем коня и в же ну и опять же вот получается так что тот фактор которым я вам говорил в начале ролика разноцвет здесь конечно все позиции становятся уже сухими и неинтересными то есть все это до анализировано до ничьей теперь если слон бьет g4 то мы просто играем b3 и легко удерживаем ничью пешка на поле c7 вскоре упадет у черных но если запускаем водью как говорится в огород да есть выражение козла в огород пустить но мы пускаем водью в огород на обжорный ряд водя бьет b2 тогда мы просто играем h3 отдаем еще водя бьет c2 но после водя d1 опять же выясняется что пешка на поле d4 приказывает долго жить ну и черные здесь соответственно вынуждены отдать все пешки на c5 мы просто играем водя а c1 и опять же все пешки у черных вскоре отвалится ну и будет зафиксирована ничья то есть на водя бьет a2 просто играем водя бьет c5 будут висеть пешки на c7 на d4 здесь говорить не о чем есть еще единственный вариант у черных сыграть слон е6 с идеей поставить слона на поле d5 ну и развить какую-никакую вот такую страшную на самом деле атаку так как если будет атака то разноцвет как раз выгоден именно стране которая как раз атакует ну вот здесь выясняется что атака глохнет водя бьет d4 слон d5 и есть просто ход водя d2 перекрываем значит действие води на поле g2 сдваиваемся водями но и опять же здесь мы видим что несмотря на то что у белых не хватает пешки позиция абсолютно равная так как разноцвет на доске ну водя теперь вынуждена куда-то уйти меняться конечно же не очень хорошо потому что после этого вообще мертвая ничья получается ну и вообще видите какие варианты интересные то есть здесь белые имея преимущество белого цвета вынуждены делать ничью вот в таком вот разноцвете поэтому сразу становится понятно давайте теперь возвращаемся и соответственно делаем выводы из нашей сегодняшней лекции то есть произведем снова вот эти вот самые дебютные ходы значит bc слон d3 d5 и ход е5 выясняется который казалось бы ну интересен за белых на самом деле здесь он не очень хорош ввиду не ферзь е7 который мы с вами также рассмотрели а вот именно точного хода конь g4 и здесь белым надо уже играть просто строго на ничью понятное дело что белые которые имеют право выступки они должны именно в дебюте перехватывать соперников и весь этот вариант естественно потихонечку у нас вышел из моды ну что ж мы с вами рассмотрели теорию связанную с ходом d5 и продвижением белой пешки на поле е5 здесь мы с вами посмотрели все варианты и общий итог можно сделать такой что черные здесь на самом деле играют на перехват причем играют с большим достаточно таким запасом прочности если они знают здесь варианты если же они конечно не знают то здесь можно черных ловить ну в очень многих ловушках как мы видели так вот постепенно весь этот вариант вышел из моды и следующем видео уроке который выйдет только после того как этот ролик наберет 200 лайков давайте проведем такой лайк аукцион то есть прошу от вас соответственно поддержки так вот набирается 200 лайков на ролике я сажусь сделать следующее продолжение других интересных вариантов здесь белые могут просто сыграть рокировка то есть таким образом жертвуется пешка но не все так просто опять же здесь у черных здесь снова надо знать теорию и этот вариант конечно гораздо скажем так безопаснее и лучше для белых но это будет в следующем видео а на сегодня для вас работал олег саламаха ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски дебютных лекций любите шахматы играйте в шахматы всем пока друзья